Мы, Киберберкут, продолжаем находиться в компьютерных сетях киевской хунты. На этот раз мы взломали сервер администрации президента Украины. Этими словами, всего неделю назад группа украинских хакеров, называющая себя Киберберкут, представила публикацию личной переписки Петра Порошенко с Джорджем Соросом, в которой Сорос учит Порошенко, как немедленно потребовать от США поставки на Украину летального оружия. Эти ребята из Киберберкута работают очень серьезно, а как распорядиться их информацией, это уже дело каждого. И именно поэтому особого внимания заслуживают еще два взлома секретных документов на этой неделе. На этот раз добычей Киберберкута стали сразу два больших массива. Первый о ситуации на прифронтовых территориях Донбасса наглядно демонстрирует осведомленность официальных властей США о том, что на самом деле там происходит. А речь идет о грубом нарушении Киевом местной договоренности и откровенной фальсификации, в которой принимается самое непосредственное участие, когда оказывают эти документы сотрудники американского посольства на Украине. Второй пакет документов еще интереснее. Это своего рода план масштабной информационной кампании. Часть вот из самой гибридной войны, о которой так много говорят в последние месяцы наши западные партнеры. Вот только эта война объявлена нам с вами. И планы атак уже готовы. И театр войных действий определен. Мы сейчас вам покажем часть этого плана. Так что смотрите и не говорите потом, что мы вас не предупреждали. Направляю снимки, которые могут стать для вас серьезной проблемой. Подумайте, как это можно будет объяснить, если они попадут в мониторинговую миссию. Пообщайтесь с руководителем группы и придумайте, как можно будет оправдаться или объявить снимки фейком. Это пишет Татьяна Подобинская-Штык. Гражданка США, работающая в Киевском посольстве. И пусть вас не сбивает с толку ее вполне мирная и скромная должность, советник Аташе по культуре. Приложенный к письму зип-архив госпожа Штык просит как можно быстрее передать генерал-майору вооруженных сил Украины Тарану, который вот ведь в течение обстоятельств возглавляет группу украинских экспертов в совместном центре контроля и координации прекращения огня. То есть именно генерал-майор Таран должен следить за соблюдением минских договоренностей. Именно ему гражданка США отправляет спутниковые снимки, которые явно свидетельствуют. Киев плевать хотел на все переговоры и меморандумы. Киев хочет войны. Снимок первый. 10 мая. Населенный пункт Катериновка. Отчетливо видны три полевых орудия. Калибр явно больше 100 миллиметров. До линии соприкосновения 18 километров. Снимок второй. Азов-Кольцо. 10 километров до линии. 4 буксируемые гаубицы. Калибра 122 миллиметра. Итак, на каждом следующем снимке. Здесь три орудия. Тут гаубицы Гиацинт-С. На следующем снимке гаубицы Гвоздика. Установки Град. Еще установки Град. Снова Гвоздики. Одним словом, все то, что Киев обещал отвести от линии соприкосновения на безопасное расстояние. Все то, из чего Донецк, Горловку и десятки других населенных пунктов, где нет даже вооруженных автоматическим оружием ополченцев, украинская армия каждую ночь поливает огнем и свинцом. Почему советник Аташе по культуре из посольства США так настоятельно просит украинских военных придумать хоть что-нибудь, оправдаться любым возможным способом? Ответ удивительно прост. Он содержится во втором массиве информации, которую удалось заполучить хакерам из Киберберкута. Основной документ называется так. «Свободная Россия. План информационной и психологической операции». И вот лишь некоторые тезисы. Это план действий по уничтожению нашей страны. Распространение панических и пораженческих идей среди населения. Поддержка сепаратистских идей, распространенных в национальных автономиях Российской Федерации. Информационная поддержка общественных организаций, неуправляемых российскими государственными структурами, особенно тех, которые получают американские гранты и специализируются на защите прав российских военнослужащих. Убеждение российской деловой и творческой элиты, что единственный способ сохранить российскую государственность и экономическую стабильность состоит в том, чтобы изменить правящий режим. Распространение радикальных настроений среди российского населения. Задача операции. Подрыв веры в российский правящий режим путем дискредитации уполномоченных представителей Путина. Демонстрация предполагаемого взаимного недоверия между Россией, Белоруссией и Казахстаном, представляющим эти страны как потенциальные цели российской агрессии и кремлевских имперских стремлений. Введение в эксплуатацию термина «Крым является новой чечнёй для России». И это лишь малая часть десятистраничного документа, который, в свою очередь, лишь песчинка в огромном массиве бумаг. Впрочем, ничего нового. Именно так штаты работали в Югославии, Ираке, Египте и Афганистане. Специалисты ЦРУ и гость Депа не любят изобретать велосипед. Зачем? Если есть отлично работающая схема продвижения настоящей демократии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова